Переходим на второй сервисный уровень, второй, подтверждаем, и появляется параметр 1А, 2.1А. Заходим и видим значение 100. Этот параметр отвечает за установку уровня мощности котла в режиме отопления. Другими словами, это электронное ограничение максимальной мощности режима отопления. Полная мощность котла 24 кВт, но если она мне избыточна, я могу снизить этот параметр до минимального значения. Шагом в 1% установлю нужный мне уровень мощности, опираясь на возможности той системы, которую обслуживает данный котел. Следующий параметр, 1А, 2.1А, отвечает за установку уровня мощности режима приготовления горячей воды. По умолчанию, значение этого параметра установлено на 80%. Если в режиме отопления котел выдает 24 кВт, в режиме приготовления горячей воды 80% это около 20 кВт. Если в процессе наладки оборудования вы обнаруживаете, что котел не может достичь заданной температуры, вы можете увеличить это значение до 100%. Или представьте себе другую ситуацию, когда при наладке котла вы обнаруживаете, что через котел проходит всего 5-6 литров воды в минуту. Резкий выброс максимальной мощности после приоткрытия крана горячей воды котел выходит в течение 1 секунды на максимальную мощность, может привести к колебаниям температуры, перегреву и в принципе некомфортной эксплуатации в режиме приготовления горячей воды. Поэтому, зная максимальный проток, весь который есть через котел, я могу снизить мощность режима приготовления горячей воды, опираясь на то значение протока, которое мне показал параметр 6D на первом сервисном уровне. Точно так же, как и на первом сервисном уровне, вновь установленное электронное ограничение какого-либо параметра требует обязательного подтверждения и запоминания. Удерживаем кнопку ОК до тех пор, пока на дисплее не появятся квадратные скобки. Установлено новое значение мощности в режиме горячая вода 60%. 2.2b параметр, устанавливающий электронное ограничение максимальной температуры отопления. По умолчанию, максимальная температура установлена на 82 градуса. Выше этого значения котел уже разгоняться не будет в режиме отопления. Но мы можем снизить эту температуру. Для чего резон изменения температуры может быть достаточно простым? Во-первых, я не знаю из каких материалов сделана система отопления, не знаю коэффициента ее линейного расширения. Или же, не совсем я приветствую это, но тем не менее, человек решил сделать систему отопления в виде теплых полов. Максимальная температура подачи на теплый пол не должна превышать 55 градусов. Устанавливаем новое ограничение, запоминаем. И теперь на пользовательском уровне, выше того, что мы здесь ввели, изменить это значение будет невозможно. Параметр 3D позволяет изменить минимальную мощность режима отопления. По умолчанию установлен на 30%. В большинстве случаев изменять мощность в сторону повышения смысла никакого нет. Может потребоваться только в том случае, если котел нестабильно работает на минимальной мощности в режиме отопления. По большому счету, этот параметр остается на заводских установках. Параметр 2.4Е. В инструкции описан как внутренний параметр платы управления и не подлежит изменению. Но, по большому счету, необходимо знать его значение. Любопытство никуда не девается. Поэтому мы заходим в этот параметр и можем посмотреть, что он нам показывает. У этого параметра есть несколько значений. Сейчас стоит значение 1. Оно означает, что плата распознала котел как двухконтурный. Если здесь будет стоять значение 0, то плата считает, что это одноконтурный котел, работающий только на отопление. И последнее значение, значение 2, появляется в том случае, если к котлу одноконтурному будет подключен бойлер косвенного нагрева. Параметр не требуется изменять. Он устанавливается автоматически при включении котла, после проведения самодиагностики. Но в некоторых случаях может произойти ситуация, когда либо по сбою в электросети, либо еще по каким-то причинам параметр может обнулиться. Может произойти так, что котел стоял с бойлером, какое-то время работал, затем почему-то пропала загрузка бойлера без каких-либо ошибок. Заходим в параметр 4Е и смотрим то значение, которое он нам показывает. Должно стоять на одноконтурном котле с бойлером значение 2. Стоит другое, установите, запомните его. И котел будет пытаться запуститься. Но, если мы сейчас выйдем из сервисного меню, то этот параметр вернется на то значение, которое и должно быть. Значение 1. Параметр 2.8.а не влияет ни в коей мере на настройки котла. Он показывает просто версию программного обеспечения электронной платы. В процессе настройки этот параметр не требуется. Самый любимый параметр 2.8.e. Параметр, позволяющий сбросить все электронные ограничения на заводские настройки. Фактически полный ресет. Значение 0 устанавливаем на значение 1. И после запоминания все электронные ограничения, которые мы проводили в процессе демонстрации, будут сброшены на заводское значение. Обратите внимание, после сброса к заводским установкам на котле сбивается скорость вращения вентилятора. Она будет опять установлена на 0. Поэтому вам придется делать все с самого начала. Параметр 9.a. Задает режим работы котла. По умолчанию должно стоять значение 0. Нормальная работа прибора. У этого параметра есть еще два значения. 1. Минимальная мощность. И значение 2. Максимальная мощность. Еще раз повторяю, что должно быть значение 0. Параметр 9.b. Определяет скорость вращения вентилятора. Вентилятор выключен. Значение 0. Параметр 9.e. Определяет задержку на срабатывание перехода в режим горячей воды по сигналу от датчика протока. Значение 2. Означает, что в течение одной секунды должен вращаться датчик. Только после этого пойдет режим горячей воды. Значение можно убавить до единицы. В этом случае время работы датчика сокращается полсекунды. Это отклик. Либо можно увеличить до значения 6. Датчик должен вращаться минимум 3 секунды. И только после этого пойдет переход на приготовление горячей воды. Параметр 2.9.f. Определяет время работы циркуляционного насоса после отключения горелки в режиме отопления. По умолчанию установлено значение 3 минуты. Это значение можно сократить до 0. В этом случае циркуляционный насос котла будет останавливаться одновременно с отключением горелки. Либо может быть увеличено до 10 минут. В этом случае в режиме отопления циркуляционный насос после отключения горелки будет работать еще 10 минут. И после этого остановится. Параметр 2.AA показывает в режиме реального времени значение температуры подающей линии по датчику 25,2 градуса. Следующий параметр AB показывает текущее значение температуры горячей воды. По датчику температуры горячей воды. 25,2 градуса. Горячая вода закрыта. Режим выключен. И есть еще один параметр 2AC. Здесь у вас появится информация только в том случае, если это будет котел с бойлером. 0. Датчик бойлера отключен. Параметр 2BD мы с вами уже обсуждали. Мы провели сброс к заводским настройкам. Поэтому на дисплее сейчас опять 0. Нужно заново устанавливать скорость вращения вентилятора. Параметр 2BF должен всегда находиться в положении 0. Этот параметр отвечает за задержку режима приготовления горячей воды в случае, если к котлу будет подключен солнечный коллектор. Значение может быть увеличено до 50 секунд. И если случайно будет установлено какое-либо значение отличное от 0, то в течение указанного времени режим горячей воды будет невозможен. Кран будет открыт, но 23 секунды вода еще идти не будет. И только через 23 секунды начнется попытка розжига, начнется попытка достижения заданной температуры. Поэтому параметр должен всегда устанавливаться на 0 при отсутствии системы солнечных коллекторов. Следующий параметр 2A отвечает за изменение типа газа и поведение котла при розжиге на природном газе значение 0 или на сжиженном газе. Обратите внимание, при переводе котла на сжиженный газ, прежде чем выставлять скорость вращения вентилятора дымоудаления, в первую очередь нужно изменить алгоритм поведения котла, установить другой тип газа. 1 сжиженный газ, 0 природный газ. Последний параметр 2 сервисного уровня позволяет в режиме реального времени посмотреть значение тока ионизации, которое определяет система безопасности, система контроля пламени. Во время работы горелки здесь будет отображаться значение тока в микроампере. Это были параметры 2 сервисного уровня. Третий сервисный уровень. При обычной настройке этот уровень не требуется. Он потребуется только в случае, если на котле будет проводиться замена электронной платой управления. На этом уровне находится всего один параметр 3.1А, в котором установлен код инициализации платы, соответствующий типу котла, мощность и тип системы. Одно, двухконтурный котел, котел с бойлером. Вот сейчас, сегодня мы с вами поговорили о трех сервисных уровнях котла ГАЗ-6000. Продолжение следует...